Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол Т.Жизни, это продолжение карьеры за Барселону. Сегодня у нас не будет ни одного матча за Барселону, как бы странно это ни звучало. У нас товарищеские матчи против сборной Словении и против сборной Финляндии. За сборную России, потому что за сборную России мы будем выступать на чемпионате Европы, который будет в конце сезона. Против сборной Словении я решил сыграть первым составом. Там у нас в первом составе уставший это Миранчук, во втором это Чалов, так как это наши игроки, вот у них совсем недавно были матчи. Вот она расстановка, поехали. Итак, начинается матч, для нас это выездной против сборной Словении. Ян Облак должен быть там на воротах, но Атлетикам мы много, кстати, забивали. Хороший пас на Миранчука. И Миранчук, 1-0, 36-я минута, забивает за сборную России. Поздравляем Алексея. С его забитым голом побежал он к нашим, которые сейчас разминаются, но они с ним что-то не стали, он отпраздновать этот гол. Очень хорошо Дзюбе здесь сыграл, сам Миранчук. Правой нерабочей ногой в нижний левый угол для себя забил. Первый гол в сегодняшнем матче. Ну и Кенфеев намертво уже берет. Черышев замечательно получает передачу от Кенфеева. Ну и все, Черышев, убегай. И Черышев забил с голевой, можно так сказать, от Игоря Кенфеева. Что это вообще сейчас было, а? Что? Замечательно. Я просто хочу сейчас посмотреть. Ну вряд ли это будет же голевая на Игоря Кенфеева. Нет, все-таки действительно записали на Кенфеева голевой пас. С рук, то есть считается голевой пас. Просто здесь невероятно. Невероятно разыграли двое игроков. Голевая на Кенфееве. Все супер. И все, сборная России обыгрывает Словению на выезде с счетом 2-0. Голвы сбивали Алексей Миранчук и Денис Черышев. Голевые у Дзюбы вроде и у Игоря Кенфеева. Да. Но Дзюба становится игроком матча. С того не с... Ну вот просто два удара у нас... Нет, у нас пять ударов. Ну, по статистике мы вообще превосходили. По пасам даже больше, чем у Словении. Но точность ударов тут немножко подхромала. Ну что же, а у нас матч против сборной Финляндии. Выходит второй состав. Здесь уже вот и Чалов отдохнул. Почему Зобнин у нас в двух составах? У меня есть Антон Миранчук. Пусть он тогда здесь и будет играть. Все, вот она наша расстановка. Ну что же, стартуем матчем против Финляндии. Играем мы сегодня вторым составом. Расстановку видите. Поехали. Ну что же, второй у нас матч на выпуске. Он будет последним. Этот матч у нас снова выездной. И вот он Тему Пуки в составе сборной Финляндии. Кстати, такой матч будет в реальной жизни. Но правда в 2021 году сборная Швеции сыграет против... А, сборная Финляндии, извиняюсь. Сборная Финляндии сыграет против сборной России на чемпионате Европы в группе. Ну вот он, Тему Пуки, игрок Норвича и игрок сборной Финляндии. Поехали. Здесь есть, я надеюсь, сейчас голкипер у сборной Финляндии. Это Луков Градецкий. Ну, Кузяева, Кузяев. Началова. Замечательно. Чалов. И Чалов открывает счет против сборной Финляндии. 13-я минута. 1-0. Миранчук на Игнатьева. Ну все, здесь уже убегать остается. Хорошо отрывается же Малядинов без офсайдна. Здесь все. Но это гол сейчас должен быть. Смолов заколачивает. Я надеюсь, без офсайдна это было. Да, 2-0. Федор Смолов забивает за сборную России и увеличивает отрыв. Пока что вот у нас два матча по 2-0. Как и Словению обыграли, так и Финляндию 2-0. Пока что хорошо. Главное, чтобы мы на чемпионате Европы также сыграли. И все было бы замечательно. Мирзов замечательно. У Мирзова сейчас получается и отдает пас на Федора Смолова. Это решающий сейчас просто момент матча. Ну и Жамалядинов забивает. Это просто уже издевательство. Два таких гола забивает сборная России. Второй, третий. Ну и Смолов дает голевую передачу. Замечательную. Выверенную. Ну и Жамалядинов все-таки замечательно еще и замкнул. Балкипер уже не дотянулся. 3-0. Сборная России громит Финляндию. Свистеть сейчас должен уже арбитр. Все. Разгромная победа сборной России над финнами. 3-0. Поздравляю всех с этой победой. Интересно, кто станет лучшим игроком. Создан Федор Смолов. 9-4. У него оценка. Проведем тренировку. После матчей сборных. Жезус и Миранчук прокачались. Ну что же. Посмотрим, какие у нас матчи дальше там будут. Что будет у нас вообще в следующем выпуске. Ну что у нас здесь остается. Мы наверное все-таки с вами. Давайте следующий выпуск возьмем 4 матча. Это мы отыграем весь четвертьфинал в следующем выпуске. Ну а потом мы здесь уже вот доиграем кубок Испании. Кстати здесь финал. Вот. Ну и вот здесь вот еще эти 2 матча. Но это уже поза следующий будет выпуск. Так что вот. В следующем выпуске вот вы понимаете. У нас будет четвертьфинал Лиги Чемпионов. Матч против Сивили в чемпионате. И также против Атлетика Бильбао. Очень трудные матчи. Не знаю как буду справляться. Но посмотрим. Спасибо вам большое друзья за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши видеоролики. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok